здравствуйте мои подписчики и гости канала по многочисленным просьбам комментариях написать вам рецепт каши я решила записать такой ролик коротенький то есть вот знаете даже не ролик а видюшка и в одном от меня в одном видео сегодня вы увидите две темы это потому что про кашу я не собиралась повторять но сколько я не говорила что можно посмотреть ролики все говорят не очень хорошие комментарии говорят если вы будете ссылаться на канал то с вами никто не останется извините останутся со мной те люди которые действительно хотят смотреть мои маленькие секретики ну а кому я не нравлюсь и канал мне нравится то пожалуйста ищите другие итак сегодня вам покажу две темы кто захочет досмотрит до конца сейчас я сниму а вы видите рыжика он порез это там жмых подсолнечника они его очень обожают рыжик оставь что-нибудь цыплятам и так первая тема у нас будет каша я повторюсь быстренько очень постараюсь очень коротко но понятно всем сказать и повтору больше не будет кто захочет посмотреть про кашу будете смотреть этот ролик и второе видео будет про то вот меня были шорты тут недавно вот это уголечки для чего я их собираю и я вам чуть-чуть тоже кратенько расскажу об этом рецепте для чего я собираю здесь небольшой беспорядок это у нас здесь такая кладовая для зерна комбикормов различных мы здесь храним то есть для нашего скота и так что у нас идет на нашу кашу на кашу на которой растут цыплята и очень быстро растут мне очень понравилось и еще что она намного дешевле выходит кормов если карма мы покупаем от 46 рублей и выше за килограмм а зерно вот это что с чего я буду собирать эту кашу нашу оно стоит ну самое дорогое зерно я думаю 14 15 рублей ну а мы находим намного дешевле где-то по 9 рублей где-то по 10 рублей и поэтому мне каша выходит очень дешево так из чего мы начинаем рыжик не наглей вы все кушали так у меня стоит вот здесь ведерко но в этом я запариваю эту кашу рыжик уходи так сюда мы сейчас берем это у меня ячмень мы ее ой вернее ячмень мелем смотрите покрупней не в муку мука нам не нужно нужно вот такой знаете зерночка чувствуется что здесь как как дробленка знаете вот такая продается ячменная дробенка в магазинах магазинах мы не покупаем потому что это дорого я на своих цыплят это моя доза на моих цыплят это я уже буду заготавливать им к вечеру так 2 черпака я засыпала сюда ячменя здесь у меня уже отмерена кукуруза господи уже забыла как называется смотрите я уже говорила здесь будет попадать где-то вот кукурузка она крупная цыплят ее не кушают просто конце дня я ее собираю и отдаю же взрослым курочкам здесь она тоже идет как дробленка покупали мы ее тоже за дешево кажется за 9 рублей если я не ошибаюсь вот это идет дробленка засыпаем здесь вот видите это вот из-за того что она дешевая здесь попадает у нас вот такие видите это рыльца их нужно немножко убрать сейчас я их уберу и покажу вам дальше ну вот немножко убрала все здесь если осталось ничего страшного это у меня идет ячмень и дробленка кукурузы и как вы видели ячмень один к одному и еще я добавляю пшеницы тоже дробленый но уже наполовину меньше того зерна что я уже сюда засыпала и так теперь меня стоит уже греется вода вода нагреваю до кипятка то есть ну почти уже начинает кипеть сейчас это за все заварю запарю как у нас называется но каша должна быть не жидкая ну вы процессе все увидите сейчас я все запарю и покажу вам что я кладу еще сюда ну то есть остальные ингредиенты все вы увидите только не пропускайте больше на вопрос отвечать не буду ну вот кашу мы запарили смотрите она не жидкая а получается рассыпчатая на на очень очень горячие мне нужно ждать это полдня чтобы эта каша наша остыла но я придумала такой вариант чтобы не ждать не мне и не вам здесь меня немножко вот осталось кто-то эта каша уже готова у меня смотрите она вся распаренные смотрите она какая рассыпчатые но если вдруг вы перелили водички каша вас оказалась жидкая ничего страшного сюда можно добавить отруби продаются такие отруби и они эти отруби и полезны для пищеварения и также высушить вашу кашу она будет у вас вот такая вот смотрите рассыпчатые это важно не нужно сырую давать курочкам ну курочкам уже менее уже молоды молодочки такие вы видели сейчас покажу вам их вот они их очень хорошо кушают и так я сейчас покажу вам на этом вот примере не здесь немножко осталось поэтому я сюда всего по чуть-чуть положу чтобы вы видели что я дальше ложу дальнейшее мое действие и так здесь у нас тоже распаренный жмых жмых подсолнечника смотрите они продаются такими вот были они сейчас я вам покажу где он меня здесь лежит у меня здесь много чего лежит много мешков всякого корма вот смотрите вот это жмых подсолнечника называется вот такими бубышечками вот и я его тоже распариваю и он меня получается вот такой рыхлый то есть тоже нет здесь сырости большой вот такая рыхлость я сюда тоже добавляю вот смотрите ну это вот на эту дозу здесь только можно ну здесь килограмм например каши у меня и вот горсточка наверное полтора полтора горсточки можно ну а на это ведро я высыплю конечно горсочек 5-6 потому что здесь у меня где-то около 7 килограмм будет каши так как это на целый день я буду делать то есть делаю обычно с утра но с утра меня времени не было делаю например на утро и на вечер ну здесь будет утро и то есть вечер и следующий день утро то есть она стоит холоде с ней ничего не случается она не прокисает и все хорошо и так мы поклали сюда отруби жмыха как вы видели теперь вот когда каша остыла вот она будет холодная все это мы сюда добавляем также мы сюда еще добавляем смотрите еще что только не пишите что это химия если вы знали что вы кушаете магазинах вы бы не сказали что это химия так здесь у нас сера так здесь у меня сейчас скажу а вот это вот рыбная мука это костная мука а вот здесь белковые добавка белковая то есть я добавляю это курочкам ну и также стадо добавлять нашим цыплятам цыплята все хорошо у них кал очень хорошие никакого поноса нету и я решила что им тоже буду добавлять и это никакая не химия это все хорошие вы знаете это рыбная мука то есть рыбку наверное парит как они там я не знаю что делать с ней кость или рыбу вот но это костная мука также я добавляю вот это все у меня бы пошло извиняюсь зацепила бочку вот это все меня бы пошло на это большое ведро ну так как у меня здесь и рыжик сидит я добавлю по чуть-чуть то есть всего по щепоточки то есть все я кладу серы только поменьше потому что и не нужно много там если покупать будете серу на пакетиках там все будет написано сколько и чего добавлять можно сказать так вот по щепоточки всего и теперь мы все это все хорошо перемешиваем да кстати сюда можно еще добавить и пшено это тоже очень хорошо это очень полезно так и сюда но как назло у меня сегодня закончился рыбий жир сюда я еще добавляю рыбий жир и тоже все хорошо перемешиваю хотя здесь у меня как вы знаете рыбья мука рыбья но рыбий жир я все равно добавляю им это как и витаминчики им и как такое вот и вкусняшка она вкусно пахнет ну и какая-то помощь им конечно на организм идет и так вот это сейчас мы с вами пойдем отдадим нашим молодым курочкам и поменьше которые уже цыпляты знаете они уже просто на глазах растут комбикорм они почти не едят потому что я не знаю не нравится им ну я надеюсь я найду хороший комбикорм им и буду потом подкармливать еще и комбикорм конечно же ну как у нас там он идет как говорят все витаминчики комбикорм ну посмотрим если найду хороший комбикорм я обязательно с вами поделюсь ну а теперь мы пойдем к цыплятам пришли мы к нашим вот это самые уже взрослещие мои цыплята то есть уже их за умолодкими они уже в апреле месяце пойдут на продажу и смотрите лежит комбикорм видно ну конечно покушали его конечно посмотрите вот вот на комбикорм я вам говорила что я перерывы перерывах иногда сыпем комбикорм и и такую кашу сейчас я им посыплю кашу если они не испугаются камеры и они сейчас все будут здесь смотрите я не вру это доказательство того но они видите забили сюда будочку сейчас я только отойду они сейчас будут все здесь но если с утра то вообще они сбивают меня с ног сбивает прямо лезут ведро сами и не крюйтесь больно смотрите они поняли что я им принесла кашу они ах ты ну кусаешься ты или клюешься вернее вот они сейчас все будут здесь сейчас я покажу средних как они налетают смотрите также лежит комбикорм видите вот и сейчас я им буду сыпать эту кашу вот одно неудобно ну я постараюсь посыпать смотрите они просто до драки смотрите видите что они делают как они любят эту кашу сейчас я им высыплю все одной рукой неудобно и телефон держать и ведерко с кашей ну вот смотрим кому зажимает уже друг друга давит главное чтобы первым залезть сюда вот это она немножко камеры боятся посмотрите вы видели что комбикорм лежал они не кушали а кашу пожалуйста и вот вам доказательства что они кушают и растут я сюда их выносила маленькими сколько здесь прошло смотрите какие они в коне мы скоро будем уже переселять из брутера но вот такое место как уже мне там взрослые только нужно подготовить все ухожу ухожу они очень боятся почему-то камеры так вот вам доказательства как они хорошо кушают если кому пригодится мой секретик такой сама придумала эту кашу может многие уже так делают ну я нигде не видала сделала сама как как могла то есть они них как хороший не болеют не проносит ничем очень хорошо кушают и растут самое главное растут так что пользуйтесь если кому пригодится повторять больше не буду кому будет интересно просмотрите еще раз я здесь все хорошо рассказала ну а теперь вам будет вторая тема ну а здесь подскрипт уже захотела вам показать вот таких наших малышей они были в коробочке помните я вам показывала ролик был когда привозила себе яйца я и вот вывели здесь у меня где-то около будет около 80 штук кажется так но я точно никогда не считаю такая меня уж принята считать по осени как говорят ну либо считаю их тогда когда продаем ну а здесь я продавать скорее всего не буду это стадо я покупала для себя петушки конечно пойдут на мясо ну а курочки конечно на маточное стадо вот такие красавчики у нас есть сидят здесь я брудер ему перегородила потому что брудер большой ну и лампочка как бы не справится возможно я смотрю что они собираются в кучечку значит им не очень жарко поэтому их пока вот я перегородила так они здесь у нас живут ну а теперь вам расскажу для чего я собирала вот эти угольки расскажу вам одну историю когда я покупала давным-давно вьетнамских поросят мне хозяйка рассказала что вьетнамские поросят она лечит нос именно угольками вот этими угольками лечат поросят и никакой химии вот так вот мы насыпаем кормушку и она хрупает их с большим удовольствием смотрите как она и не хрустит и не будь никакого поноса поросят да это не вьетнамский это дюрок но я уже пробовала с дюрками тоже очень хорошо помогает ранее в ролике я тоже показывала что я курочкам тоже углядаю и тоже помогает но они должны к нему привыкнуть а свиньи они очень-очень угольки эти любят и как бы даже если стул у них нормально они все равно их очень любят угольки и я по возможности если палим какие-то костры я всегда уголечки собираю а потом поросят к нашим отдаю вот такой вот секретиком я с вами поделилась я надеюсь это будет кому-то пойдет на пользу кому-то я могла помочь а вы комментариях пишите свои способы как вы лечите своих поросят будет интересно и мне и также зрителям которые смотрят этот канал ну а здесь у нас вот смотрите такая поломка и такой вот сосед вот такая мордочка у нас скоро у нас будет много интересных различных роликов надеюсь будете к нам заходить гости не забывать и будете узнавать много чего интересного ну а на этом я заканчиваю наш ролик здесь в кадре вы видите наши новые животные то есть они же не новое животное она уже нас с весны с прошлой ей уже год мы ее растим на коровку не переключайтесь приходите все будет интересно всем здоровья удачи счастья и всего-всего что вы сами пожелаете я надеюсь чтобы наши желания всегда сбывались только всегда думайте они а только о хорошем думайте не надо думать о плохом и все будет у нас хорошо всем до скорой встречи скоро ролик выйдет снова не забываем ставим на колокольчик чтобы к вам приходил оповещение когда у меня выходит ролик не пропускайте дальше будет только интереснее всем пока пока